Глава ЦИК Памфилова заявила, что будет подавать в суд на авторов публикаций, распространяющих заведомую ложь и клевету о выборах. Ух ты! И вот тут надо сказать следующее. С одной стороны, я сам большой сторонник законности, я действительно считаю, что любые споры, в том числе касающиеся неоднозначных публикаций, должны решаться цивилизованными методами в ходе судебных слушаний как вариант. С другой, неплохо было бы, чтобы понятие законности характер объективности носило непредвзятости даже. И вот как раз в плане объективности и непредвзятости у меня есть вопросы и к Памфиловой, и к российскому избирательному законодательству пример, да пожалуйста. Буквально вчера на первый план информационной повестки снова вышла история с артистом Машковым, который не впервые, между прочим, заявляется на выборы в качестве кандидата в депутаты. Человека включают в партийные списки, а затем лицедей просто отказывается от своего мандата и передает его непонятно кому, кто стоял за ним в длинной очереди. Разве это правильно? Разве это справедливо? Разве это может быть по закону? Сейчас остановимся, но нам чуть подробнее. Начинаем! Хорошо, давайте на пальцах. Представьте себе, 19 сентября вот в крайний раз волей заявиться пришел совсем молодой парень или совсем молодая девушка. Они в первый раз голосуют, поскольку 18 только-только исполнилось, и в предвыборных тонкостях ребята не очень ориентируются, что происходит дальше правильно. Человек берет списки кандидатов, начинает эти списки изучать, и о чудо! Видит там знакомую фамилию артиста, которого считают своим кумиром. Ой, как хорошо, думает избиратель, за артиста Машкова я с удовольствием проголосую. Он мне нравится, потому что отдает, значит, свой голос, затем, а после с удивлением узнает, что голосовал-то он за Машкова, а депутатом почему-то стал пирожком. Это ли не обман? Как считаете? Вот! А теперь просто задумайтесь, сколько еще неискушенных точно так же пришли поддержать какого-нибудь кумира? Их тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни, а поддержали, как выяснилось, фиг знает кого кандидата, о котором не слышали никогда, и который, возможно, даже интересы их города, регионы нигде представлять не собирается. Закончились выборы? Новоявленный избранник ухилял в Москву, а то еще куда подальше и гуляй, Вася! Благодаря доверию и поддержке людей нам удалось добиться успеха. Уже можно сказать, это действительно победа. Ура! Вот врет ведь, слушайте, и не краснеет. Продолжаем в Кировскую область. Давайте переместимся, где депутатом избрали некую Бутину. Что за зверь, такой рассказывать не стану, жалко эфирного времени, но расскажу за то, как дамочка получила свой мандат, а на шару. Подробнее. Всего от этого региона, от Кировской области, в Госдуму прошли три человека, я имею в виду от ядра. Двое победили в одномандатных округах, еще один прошел по парк спискам. Вот только список возглавлял действующий губернатор Васильев, и люди голосовали за Васильева, не за Бутину. Они ее знать не знают, потому что, что неудивительно, родилась на Алтае. Жила в Москве, затем в США, потом снова в Москве, ну избираться приехала в Киров, согласитесь. Если бы мадам выдвигалась сама по себе, шансов победить при таком раскладе, у нее было бы ноль. А тут нарисовался, значит, добренький господин Васильев, сообщил всем, ребят, спасибо, что поддержали, но я дарю свою депутатскую корочку вот этой вот дамочке Бутиной, фигасе. Вот это поворот. У меня вопрос. А кто тебе давал такое право? Хочешь что-то подарить? Дари личное. Машину, там, дачу, не знаю, купальный костюм. Но мы-то с вами сейчас говорим о депутатском мандате. Люди тебе доверились. Они за тебя голосовали, а ты взял и плюнул на мнение этих людей. И подарил их поддержку. Поддержку огромного количества граждан какой-то телки. Как будто это помада или трусы из секс-шопа. А что, так можно было, что ли? Всего же подобных подарков на прошедших выборах ядросы сделали 72. Если говорить объективно, господа, они же ноги о вас вытерли. А посему, да, есть у меня вопросы к Памфиловой. В суд она собралась идти, видишь ли. Это реальная журналистика в стране вечного бреда, гнилья и обмана. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и теперь предлагаю обсудить, что за счастье-то мы себе навыбирали в конечном итоге. Немного цифр. Бюджет на 2022 год вашему вниманию, в котором на полицейщину, на набутыливание, на разгоны митингов, на войнушку и вооружение заложено 3,5 триллиона. А на развитие экономики, внимание, 3,4, то есть на 100 миллиардов меньше. Это при том, друзья, что мы с вами почти два года живем в условиях пандемии. Это при том, что мы почти 7 лет находимся в условиях затяжного экономического кризиса. Вот как в 14-м вляпались в это дерево, так и вылезти оттуда не можем. Один кризис сменяется другим. Второй третьим, третий четвертым и конца края этому не видно. Нам то еще потерпеть немного предлагают. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. То потуже пояса затянуть, то пенсионный возраст для нас увеличивают, а пенсионные накопления замораживают и призывают при этом спасать очередного олигарха. Я хочу понять одно. Почему, когда эти люди планируют бюджет, они с упорством идиотов отказываются вкладываться в экономику страны? Количество держиморд растет как на дрожжах, а вот развитие экономики все время куда-то отодвигается на неопределенные сроки. Но это же как и минимум глупо. Однажды все просто-напросто рухнет, потому что, знаете, вот когда мне не хватает денег, я иду искать подработку. Я отказываюсь от каких-то выходных, от отпусков. Я начинаю оптимизировать денежные траты, в том числе на понты. Составляю финансовый план. Реализую какие-то новые бизнес-идеи. Не охрану себе дополнительную нанимаю и не на развлечения бабки выбрасываю, а поступаю вот так вот. Придумываю, где и как можно заработать. А что делает Путин со своими дуболомами? Да они как прыщавые подростки из 90-х купили пистолетик, кредитный кабриолетик, сняли офис покруче, устроили салютик. Затем приперлись в самый дорогой ресторан, дабы еще пустить окружающим пыли в глаза. Господа, но так долго продолжаться не может. Повторюсь, если ты ни черта не вкладываешь в развитие, если ты не пополняешь свои банковские счета, только дербанишь их, мыльный пузырь однажды лопнет. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил один донор, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. И вот чтобы далеко не ходить за примерами, вы знаете этого господина? Его зовут Владимир Маркин с 2016-го. Это практически второй человек в госкорпорации Русгидро, первый зам генерального. А вот теперь я вам хочу напомнить откуда. Вам все-таки знакомо лицо данного топ-менеджера, а все просто. До того как перейти на руководящую должность в корпорации товарищ трудился, а вы не поверите. Пресс-секретарем в Следственном комитете России. Перед этим пресс-секретарем в прокуратуре. До того как еще в каких-то госструктурах делал то же самое. То есть это пресс-секретарь по жизни. Задача которого сводится к одному. Писать правильные релизы для начальников, чиновников. Но сегодня мужчина в Русгидро начальственное кресло пятой точкой греет. Понимает ли он что-то в гидроэнергетике? Да нет, конечно. И вот теперь мы подошли к главному. Дело в том, что 80% гидроэлектростанций в нашей стране построены еще в СССР в 30-е, 40-е, 50-е годы. Некоторым ГЭС скоро 100 лет исполнится. С момента развала Союза туда никто ничего не вкладывал. Ну что догадались к чему я веду? К тому, что все это хозяйство в обозримом будущем начнет сыпаться тупо от старости. И кто там дыры-то латать станет? Маркин, да ладно? Серьезно, у него опыт какой-то имеется. На этой неделе вспоминали об одной скорбной дате. 9 лет назад произошла техногенная катастрофа на Саяно-Шушинской ГЭС. Утром 17 августа 2009 в машинном зале разрушился гидроагрегат. Все, кто там находился, погибли. Помните же, да, вот эту вот историю с Саяно-Шушинской ГЭС? Помните, как все тогда перепугались? А каков ущерб был от катастрофы? Да. Вот теперь представьте себе ситуацию, когда одновременно грохнутся с десяток гидроэлектростанций по всей России. Это будет уже не просто катастрофа. Это будет конец всему. Тысячи обесточенных населенных пунктов без света и тепла. У нас в России, напомню, 9 месяцев зима. Десятки. А может быть даже сотни парализованных предприятий. Голодные, озверевшие, замерзающие люди на улице. Вы представляете себе эту чудесную картину? А количество возможных жертв, а последствия. И вся надежда только на какого-то пресс-секретаря Маркина. Как вам такая перспективка? Кстати, и вас, господа бюджетники, оно тоже коснется. Или вы думаете, хозяева хоть вас-то спасать побегут? Ладно. А вы пока об этом подумайте. Продолжим мы в следующем выпуске реальной журналистики. Тема очень глубокая и много что осталось сказать. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. В соцсетях тоже жду. Напомню, мы теперь есть и в Телеграме. Кому удобнее там, добро пожаловать туда. Ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока.